Добрый день, господа студенты! Продолжим наше путешествие по галлюцинозу русского сознания. Ну, я напомню, что галлюциноз так устроен, что он состоит, держит в себе не только то, что случилось с нами, но и то, что не случилось по каким-то причинам, то есть сбывшееся и не сбывшееся и так дальше. Так вот, одна из ключевых фигур этого нашего галлюциноза – это, конечно, Николай Яковлевич Данилевский. Мы уже начали говорить о нем в прошлый раз, сейчас я только напомню вам, кто это такой. А это человек, книга которого Россия и Европа стала фундаментальной для нашего сознания, для русского сознания. И поэтому сегодня мы будем путешествовать с вами по этой книге, я поговорю, прокомментирую какие-то вещи и так дальше. Так вот, сначала о нем. Я уже говорил, вот кто он. Ученый? Да, ученый. Генерал? Генерал. Биолог? Биолог. Но известен он книгой «Россия и Европа». Теперь, почему же эту книгу до сих пор не изучают в школе? Мне непонятно. Я только объясню следующее. Вот эта фундаментальная для русского сознания книга неизвестна нам вот по какой причине. Книга вышла в 1871 году первый раз, 1871 год. И она, к сожалению, не стала интеллектуальным событием в Европе, в нашей Европе, в России. Почему? Потому что она была издана тиражом 1200 экземпляров. В стране проживало 80 миллионов человек. Продавали эту книгу 15 лет. По 80 экземпляров в год. Поэтому она растворилась, и ее никто не заметил. Следующий раз она вышла в 1895 году. И после этого 100 лет не издавалась вообще. Она вышла только вот уже в последние времена, в 1991 году, еще раз. Итак, вот по каким причинам, потому что мы сами виноваты. Мы меньше всего думаем о себе. То есть мы совершенно безобразно относимся к тому, что составляет суть наших воззрений, взглядов нашей философии, говоря попросту. О чем же эта книга и в чем важность ее? Она о славянстве, о Москве и Третьем Риме, о почве, о русских, о Византии, о крестьянстве, о православии и так дальше. Вот это набор тем, которые были крайне важны для русского сознания и, конечно, важны для нас. Сам Данилевский формулировал смысл России в трех словах. Православие, славянство, крестьянство. Вы знаете, мне это очень нравится. Я бы мог сказать просто православие и крестьянство. Данилевский не софиолог. У него сложные отношения к Соловьеву. Соловьев – софиолог. И между ними сложились странные отношения. Я потом об этом скажу немного. Какая его основная идея? Основная его идея состояла в том, что он не представлял себе историю, как некоторый линейный процесс, как какую-то лестницу, расположенную в горизонтали, что ли, во времени. Он полагал, что есть дерево, множество локальных цивилизаций, и каждая из них сама себе дает свои законы. Каждая из них автономна. И не является образцом для другой. Эти взгляды были очень такими революционными, потому что мы уже привыкли, что вот есть прогресс, и мы проходим примерно те же ступени, которые проходила Европа, и мы за ними, и мы старались идти, и усваивали жизнь, и перенимали что-то у них, и так дальше. Данилевский был абсолютно против этой идеи, вот этого линейного прогресса. Так кто он такой? Он странный, очень странный человек. Он, конечно, дворянин, но был дворянином. Но взгляды у него были разночинные. Между его социальным статусом и его мировоззрением образовалась чуть ли не изначально трещина. В нём произошёл какой-то надлом. И он, Данилевский, склонился к левым, хотя всегда был правым. Данилевского надломил Санкт-Петербургский университет, в котором он учился, то есть, в котором было велико влияние так называемых языковых истин, то есть истин, контролируемых интеллигенцией. А вообще-то он вырос в семье кадрового военного. А все военные, как вы понимаете, это кочевники. Один гарнизон, второй гарнизон. Эта жизнь в гарнизонах, корпоративная мораль и узкий круг общения. Конечно, позднее его отец станет генералом, остепенится, осядет. Но вначале были эти частые переезды, это значит, он менял свои школы, так скажу, учился в разных пансионах частных. То есть, у него было не блестящее образование, так скажу. И вот он, скромный мальчик, ему 15 лет, и его пристраивают в царско-сельский лицей. Зачем? Дабы он обтесался, и приобрел некоторый лоск. Но дело уже было сделано. Он определился вне зависимости от мира социальных условностей. В лицее Данилевский изучал, как, впрочем, и все студенты, мифологию, языки. А ему не хотелось изучать языки и мифологию. Он хотел иметь дело с чем-то конкретным, с осязаемым. Хотел резать лягушек, изучать их нервную систему. Его учили танцевать, кланяться, поддерживать разговор. А он был глух к этим урокам. Обладая феноменальной памятью, а Данилевский выучил практически все основные европейские языки. Он, должен вам заметить, господа, не запомнил наизусть ни одного стихотворения. Ни одного. в нём поэтому хранилось всегда что-то такое провинциальное и косноязычное. Желание избавиться от этой косноязычной такой дословности и привело его в университет. А университет – это слова, это слово, это интеллигенция, это левое настроение. И вот он слушатель естественного факультета Санкт-Петербургского университета. При этом чтение, должен сказать, биологической литературы доставляло ему просто эстетическое наслаждение. И такое же наслаждение, как ни странно, он получал при чтении текстов Фурье. А я вам сейчас скажу, чем вообще русским нравился Фурье. И я даже вам попробую объяснить, почему. Фурье, вообще Фурье насыщен различными числовыми насыщен различными числовыми соотношениями сам по себе. А был такой эпизод из его жизни у Фурье, чем он нам нравился. Его отец – купец. Ну, Франция – купец. Ну, делает дела. Фурье пять лет. Он сидит в конторке. Отец ведет какие-то переговоры с покупателем, клиентом, не зная деталей. Ну, знаю по существу. Ребенок наблюдает за тем, что делает отец и видит, что он обманывает кого-то. Ну, обманывает. Обманывает, то есть, что я хочу сказать, что капитал – это кража, собственность – это кража, богатство – это кража или легализованное или социально легализованное воровство. И Фурье это понимает. И пятилетний ребенок говорит отцу, ты же обманываешь. Зачем ты обманываешь? Ну, конечно, тут сделка какая-то расстроилась. Его высекли Фурье. Но позднее это оформилось в мышле Фурье о том, что человечество до сих пор настолько несовершенно, что постоянно нуждается в каких-то социальных экспериментах, в устроении этой своей условной, то бишь, социальной жизни. Так вот, и вот этот Фурье очень нравился русским. Его вот была Библия, а вот вместо Библии интеллигентные люди, студенты читали Фурье. Ну, вот. Итак, Данилевский любил биологию и Фурье. И он настолько, Данилевский, увлекся этим Фурье, что в какой-то момент стал ходить в кружок к Петрашевскому. Семенов Тяньшанский вспоминал «В университетские годы», цитата, «произошла в нем резкая перемена из человека консервативного и набожного, он быстро перешел в крайнего либерала сороковых годов, причем увлекся социалистическими идеями и особенностями, и в особенности теории Фурье». А вам я, господа студенты, напомню, что в свое время с Амарин Саксаковым ходили к Станкевичу, чтобы изучать язык так называемой либеральной идеологии. Но там они встретили Хомякова и он их спас, отговорил от этих посещений и они занялись, я имею ввиду Самарин Саксаковым, изучением устройства русского ума. В чем состоит особенность русского ума? Есть ли он у нас вообще или у нас вообще его нет? А если есть, то какой? Так вот, Данилевского спасать было некому, а он пошел к Петрашевскому, а там его уже поджидал Белинский. А Белинский, вы знаете, что он был кумиром, нашей интеллигенции, своими языковыми истинами. Петрашевский двулик, в душе он республиканец, а внешне, внешние манеры монархические, он монархист, то есть в душе республиканец, а по внешнему виду монархист. он фактически карьерист этот Петрашевский, то есть сотрудник МИДа на службе у царя. Что это за служба? Служба его заключалась в следующем у него, у Петрашевского. Приедет какой-нибудь иностранец в Россию, да привезет с собой библиотеку, а Петрашевский как переводчик МИДа эту библиотеку описывает. Работа у него была такая. Если ему встречались запрещенные книги, он их заменял разрешенными, а запрещенные уносил с собой, то есть крал. А чтобы книги было удобно выносить, он переодевался, женщиной. Так и составилась его революционная библиотека Петрашевского, с которой познакомился и Данилевский. Ну, я не буду обсуждать всякие остальные дела. Так вот, Данилевский днем писал диссертацию по флоре Орловской губернии, а вечером шел к Петрашевскому, ну, и слушали, участвовал в революционных обсуждениях действий интеллигенции и так дальше. И так продолжалось до тех пор, пока его не арестовали. Его арестовали. Правда, через четыре месяца его освободили, отправив ссылку. Ничего криминального следовательно в его действиях не нашли. На том, господа, и закончился его роман с левыми, и он снова вернулся к себе православию. Так вот, и хотя Данилевский сын бойкого и типичного гусара, он, опять-таки, по словам Семенова-Тяньшанского, гусаром не был. Человек застенчивый, женского общества он старательно избегал, потому как очень боялся попасть в просаг. И вот в Орловской губернии в ссылке понравилась ему одна вдова. И хотя она была на семь лет старше его, она была красавицей и умницей. И много раз он пытался Данилевский объясниться с ней и не мог. Стыдно было. Тогда он позвал на помощь Семенова-Тяньшанского. Поехали они вместе, приехали в усадьбу, живут день за днем, а Данилевский никак не решится открыть свое чувство. Семенову все это надоело, время шло. И он Данилевского предупредил, что если он не объяснится с женщиной или с девушкой, трудно сказать, которая ему нравится, он уедет в экспедицию один. Только это заставило Данилевского объясниться и вот в любви, и они поженились и жили счастливо, но недолго. Через год она заболела и умерла. Данилевский еще девять лет прожил один как бобыль, был на Волге, на Каспии, изучал миграцию лососевых рыб, затем опять отправился на север, на Белое море, изучал рыболовство и так дальше. И вот когда ему уже было почти сорок лет, ему понравилась молоденькая девушка, дочь друга, и как-то у него так получилось, что они поженились, она родила ему пятерых детей и так дальше. А он сел писать книгу «Россия и Европа». Я должен заметить, что Данилевский это не Самарин и не Аксаков. Самарин это очень богатый, Аксаков, кстати говоря, не бедный. У них все-таки было состояние, а у Данилевского его не было. И поэтому деньги ему нужно было зарабатывать. Он их и зарабатывал своим литературным трудом. Крепостной слуга или жена напоминали ему о том, что деньги кончаются. Данилевский садился, писал научную статью и отсылал ее в отечественные записки. Чем больше напишешь, тем больше заплатят. Поэтому все его статьи страдали некоторым многословием и повторами. Понятно. Хотя сам процесс сочинения Данилевскому давался нелегко. Тексты для него сочинять было очень трудно. Он говорил, как по канату пройти. Никакого литературного особого таланта у него не было. Он не писатель. Но тем не менее, книгу он писал довольно быстро, потому что тема его интересовала. ему надоела философия, которая вечно говорит что-то непонятное, а он захотел исследовать проблему. В чем дело? Как соотносится Россия и Европа? Мы кто? А они кто? И так дальше. И вот он покупает на южном берегу Крыма мшатки имения с огромным садом и разрушенным барским домом, сожженным французами во время Крымской войны. И в этом имении были Аксаков, Толстой, Страхов и так дальше. В нем жил он и, как я сказал, вот писал это свое сочинение. На что он обратил внимание? Он обратил внимание на то, что Россия выиграла войну, 1878 год, мирный договор. Болгария, Сербия, Румыния, Черногория, Сан-Стефана получили независимость, но Западу, то есть Европе это не понравилось. Они подняли шумную кампанию в защиту Турции, собрали в Берлине конгресс, на котором изменили мирный договор в пользу Турции. А Россия согласилась с этими изменениями. Затем, вот я буду вам рассказывать еще об Иване Аксакове. Иван был возмущен этим делом. Он был возмущен, он не требовал в отставку царя, но у него были очень серьезные претензии к царю. С какого перепуга? Почему? Он пошел на эти уступки. Это я имею ввиду про Ивана. Я еще буду говорить Ивана Аксакова, это другая игра. Данилевский был крайне возмущен. Собрался Конгресс и просто отнял победу у России. Понимаете, а это война. А это десятки тысяч инвалидов. То есть у нас многие люди погибли. Ну, это что? Это как? Ну, так вот. Никакой радости не было после этого Берлинского Конгресса Данилевского. И это послужило одной из причин, по которой он думает, я захотел разобраться. Но в чем дело? Почему? Собрались какие-то там непонятные и вот принудили русского царя изменить договор, которым он одержал по виду, и отказаться от договора, который он подписал от этого Сан-Сташанского. Что же это? В чем сила этой Европы? И вот при этом я хочу заметить, турки не либеральничали, к православным относились очень жестко. Ну, вот не буду рассказывать страсти всякие. И вот он пишет в книге «Россия и Европа», я процитирую некоторое место. Итак, что же получается? почему Европа была не на стороне России, а была на стороне христианской России, а была на стороне мусульманской Турции? Почему? Почему они не поддержали нас? Мы поддержали христиан, чтобы они их не убивали, оставили их в покое. И вот он пишет «На стороне Турции была жидовствующая, банкирствующая, биржевая, спекулятивная Европа», то есть вся. На ее стороне была католическая церковь со святым отцом во главе, на стороне Турции была Европа демократическая, революционная, социалистическая. Вся Европа любых направлений. «Почему так единодушно? Что сделала Россия? Что сделали русские? Почему так свирепствовало во всех направлениях Европы?» «Но это еще полбеды», говорит Данилевский. Ладно, его беспокоило другое. Он говорит, «Но получилось так, что некоторые сомнения возникли в смысле сомнения в смысле существования самой России возникли и внутри России, у русских людей. Кто стал носителем этих настроений?» Данилевский говорит, «Им стала интеллигенция». Это что такое? Почему? И вот цитата из России и Европы. «С такими сомнениями в сердце, которая носила себя русская интеллигенция, исторически жить невозможно». Это он писал Данилевский. И поскольку Европа вся была настроена пресса, ну понятно, что прежде всего вся пресса была настроена оппозиционно, более того, и русская интеллигенция была настроена также против царского правительства, он говорит, тем самым судьба России уже была предрешена вот этими сомнениями. И эти сомнения, я вам напомню, продолжались вплоть до того момента, когда началась Первая мировая война, с какими тезисами выступила русская интеллигенция? Уже Данилевского не было в живых, он умер. А с теми же самыми интеллигенция выдвинула лозунг о поражении России и превращении внешней войны во внутреннюю. Итак, я передал импульс, господа, который заставил его бросить свои дела, бросить свою флору и фауну и заняться и заняться философской, и заняться сочинением России и Европы. И вот Данилевский работает. Ну, к концу вышла его работа, никакой реакции. Он ожидал, что тут будут лавры, он открыл, он объяснил, он рассказал, все поняли, обрадовались. Никто не радовался, никто не объяснил, никто не читал, все были равнодушны. С тех пор Данилевский работает как-то тускло, уныло, без куража, борется с филоксерой и прочее, прочее, критикует Дарвина, его сделали директором Никитского ботанического сада, он директор стоит, вот, но, вот, все как-то не так, вот, и, вот, в 1885 году он умирает, но, на этом все закончилось. вот, это я рассказал, ну, немного, примерно, чтобы вы себе представляли, при слове, когда говорят Данилевский, это ученый, который, повторяю, опять, просто решил понять, в чем проблема, почему Европа враждебна относится к России, почему, будучи при этом христианской. Ну, так вот, Данилевский, как я уже вам сказал, естествоиспытатель в философии, он ученый, позитивист, как, впрочем, и Эйнштейн. Оба они, и Данилевский, и Эйнштейн, ну, пытались выкинуть, так называемые, ненаблюдаемые сущности из языка науки. Эйнштейн в физике, Данилевский в историософии, ну, они оба ученых, Эйнштейн выкидывал эфир, почему-то, Данилевский единую цивилизацию и общечеловеческие ценности. Было очень популярное вот это универсальное представление о цивилизации, что все человечество проходит одни ступени, один путь, и так было, и так будет. Так вот, и вот, когда он вот занялся этой своей работой, он понял, что общечеловеческие ценности это глупость, идея универсальной цивилизации это фантазм и стал выбрасывать вот эти вот эти сущности. Но Эйнштейну дали Нобелевскую премию, а Данилевскому ничего не дали. Его предали забвению, как я уже вам сказал. И он жил, как это всегда бывает в России, в нищете и в безвестности. Данилевский позитивист, но его обвинили в национализме. Конечно, Данилевский разлюбил интеллигенцию. Что он думал по этому поводу? Во-первых, Данилевский в книге России и Европа полагают, что интеллигенция это результат чужеземной прививки к нашей культуре, к русской. Более того, он говорил так, это действие Петра, Петра I, которое, цитата, произвело ублюдков самого гнилого свойства. Конец цитаты. Во-вторых, это бездумное полагание национального в качестве пут, помехи на пути движения к общечеловеческим ценностям. Вот, например, Белинский. Для него человек, как таковой, выше конкретного человека, а чистая идея значимее любой определенной идеи. Образованные люди России уж стремились к человеку вообще, как таковому, как своему идеалу. Правда, одни славянофилы стояли особняком, но над ними был всеобщий смех и глумление. Само слово славянофилы придумали, как дразнилку в Петербурге, а славянофилы жили в Москве, так они звали вот этих московских теоретиков, славянофилы, ну, то есть, это бог не есть что. А что такое человек вообще? По сути дела, оказывается, что человек вообще, это европейский человек. А что представляют собой общечеловеческие ценности? Да ничего. Это просто европейские ценности. Ценности, придуманные, принятые в Европе. то есть, это европейская точка зрения на мир. Ну, Европа, хорошо, это же не Россия, но Европа это не Китай, и не Индия, и не Бразилия. Существуют разные взгляды на мир, разные ценности, и с этим фактом, говорит Данилевский, нужно считаться. ни одно человеческое сознание не может вместить в себя абсолютную истину. Но интеллигенция в России ведется так, как если бы она была поверенной Европе в абсолютных истинах. Хомяков, вот у нас был Хомяков, славянофил, и Данилевский в этой работе даже критикует Хомякова. За что? Я хочу об этом рассказать. Хомяков пишет письмо англичанину Палмерсу, чтобы разъяснить смысл православной культуры России, а Данилевскому противны эти ухаживания за иностранцами. Ведь русские и так привыкли смотреть на самих себя чужими глазами. Смотрят и ищут в себе их ценности. Но у них одна жизнь у нас другая. Например, Хомяков полагал, что государство это средоточие любви и морали. А Данилевскому смешна была его наивность. Или вот любовь Хомякова к Европе. У нас славянофилы, все славянофилы любили Европу. Хочу я вам заметить так вскользь. Конечно, ее можно любить. Никто не запрещает любить Европу. Но нельзя забывать, что она враждебна России по самому своему смыслу. Нелюбовь к России расположена у Европы на уровне инстинкта, бессознательного. Ибо Россия препятствие для Европы. Какое препятствие? Европа не смогла превратить нас в свой строительный материал, как она превратила Африку, Индию и Китай. Не смогла нас изменить по своему образу и подобию. У нас мы восходим культуры, чтобы было понятно, это греческая патристика, допустим, псевдо, Дионисий и Ореопагид, а там латинская патристика. Ну, чтобы было понятно, это Августин Блаженный, примерно четвертый век. Это две разных культуры. В одном случае, и я вам об этом говорил еще в самом начале наших путешествий по русскому галлюцинозе, но, я напоминаю, в одном случае, в случае латинской патристики, в смысле романогерманской культуры доминирует слово, требуется доказательство, это вербальная культура, а в смысле византийской образ, не слово, то есть апофатическое богословие, апофатика, то есть не катафатическое, не положительное, отрицательное, то есть Бог не есть ничто из того, что есть, ни в какой степени, и в этом смысле это совсем другая культура, но так, я говорю, это к тому, чтобы было понятно, не обсуждая вопрос по существу, что лучше, что хуже, потому что это вообще немножко другое дело, это разные такие культуры, и я даже думаю, и даже, может быть, даже я не думаю, а точно знаю, и все это знают, что вот так называемое возрождение Европы связано с разграблением Византии, хочу вам заметить, и поэтому византийскую культуру в Европе не очень любят, потому что они как бы взрастили себя, вот это все так называемое новое время, это взращено на капиталах, украденных Византии, но не в этом дело, это как бы другая сторона, и Бог с ней, так вот, и так, я сейчас стал говорить, что какое было неприятие России, ее нельзя было просто взять и проглотить, как проглотили Болгарию, там, допустим, или там, ну вот просто, это огромная страна, и поэтому Европа не могла не видеть в России что-то враждебное, даже тогда, когда что-то хотела сделать, что-то приятное, мы хотели что-то сделать приятное для нее, она подозревала, что мы готовим какую-нибудь пакость. В свою очередь, государство, говорит Данилевский, поправляя Хомякова, это не место для любви и для морали, оно есть нечто временное, эмпирическое, и действует оно по законам приходящего, любое государство, временного, то есть, пользы, а не по законам любви, то есть, Хомяков говорил, государство, это любовь, а Данилевский, говорит, ну какая любовь, у государства сила, оно силой заставляет нас соблюдать условности, которые приняты в социуме, и так делает любое государство, и оно применяет силу, оно может пустить кровь. Так вот, а нравственно, говорит Данилевский, только самопожертвование, вот там, где ты жертвуешь и жертвуешь собой, да, это акт моральный, нравственный, а государство не может быть моральным или нравственным. Политика, пишет Данилевский, дело временное, а не нравственное. Государству, господа, не надо заниматься самопожертвованием, оно выполняет простое правило, это пишет Данилевский, око за око, и я с ним согласен, око за око, зуб за зуб. Старым славянофилам эта мысль Данилевской не очень нравилась, они к нему как бы так прохладно относились, то есть, понимаете, к нему вообще все прохладно относились, он всем не нравился, с этим старым славянофилом, потому что, вот он говорил око за око, это что такое, этим не нравилось, потому что, куда же ты дел общечеловеческие ценности, ты что, нас без Европы хочешь оставить, и так дальше. Они, то есть, старые славянофилы, были, как говорил Данилевский, слишком гуманитарным, и поэтому им было трудно понять неважность того, кому принадлежит Голштейн, Дании или Германии, неважно, враждует Франция с Англией или нет. В любом случае, Европа остается Европой культурной, ее интересы неизменны, а вот если Прибалтийский регион или Пруссия станут русскими, то они уйдут из Европы. Уже один только тот факт, что для европейского сознания невыносимо. Этот факт неприемлем был. Поэтому дело не в общечеловеческих ценностях, а в национальном эгоизме. Что лежит в основе государства? Разве веры? Нет. Не территория. А что? Народ. Один народ, если нет этой единственности, то государство теряет, говорит Данилевский, причину своего существования. Государство может быть только национальным. И вот за это его тоже критиковали. А если много народов, только один народ является скрепой, опорой, основанием государства. Если же часть одного народа входит в состав другого народа, то это нарушает его свободу, честь и достоинство. Государство, образованное частью народа, может быть только временным. народ, согласно Данилевскому, это не совокупность личностей, не население. Он называл это так. Это органическая целостность. Свобода личности это одно дело. Все должны быть свободны. Свобода народа другое дело. Если бы была только личная свобода, то зачем тогда, говорит Данилевский, надо было народам Германии восставать против Наполеона. Для чего, пишет он, было и нам бы приносить в жертву сотни тысяч людей и сотни миллионов денег жечь города и села, если бы дело, что только о защите жизни, имущества, личной чести и свободы. Какая разница? Ну Наполеон, ну и хорошо, все свободны. Оказывается, нет. Свободными могут и вот в этом особенность. Свободными могут быть как личности, так и народы. Но это как бы свобода другого уровня. Он может быть свободным, может быть несвободным. И вот он, то есть Данилевский говорил, у него была идея, каждый народ имеет право, ну сейчас в современных терминах на суверенитет. Это его идея. мы, цитирую я Данилевского, возвели Европу в сан нашей общей Марии Алексеевны. Ну, это имеется ввиду, Фамусов ввиду бесчестия своей дочери восклицает, что скажет княгиня Мария Алексеевна. Так вот, вот Данилевский говорит, а у нас Мария Алексеевна, это и есть Европа, верховная решительница достоинства наших поступков. Она говорит, что у нас хорошо, что у нас плохо, что нам делать, чего нам не делать. Вместо одобрения народной совести признали мы нравственным двигателем действий трусливый страх перед приговорами Европы, унизительно тщеславное удовольствие от ее похвал. То есть, очень нам нравится, когда нас хвалят, и особенно в Берлине или там в Лондоне. И что устанавливает Данилевский болезнь? Кто болеет? Народ. Какой? Русский. Чем болен? Он говорит европейничанием. Пусть болеют китайцы, они не болеют. Пусть болеют японцы, они не болеют. А русские болеют чем? Европейничанием. Это болезнь русской души. Это вот к этому выводу пришел Данилевский. И мы, а вы, как вы понимаете, и мы уже сколько прошло лет, мы прежде мы решаем эту проблему для себя, и она не решена. Чего мы хотим? Мы что хотим? Как мы будем жить? Вот, например, Константинополь, говорит он. Россия, говорит Данилевский, никак нельзя обойтись без него. Но в угоду Европе по этому Берлинскому Конгрессу они заставили нас отказаться от Константинополя. Почему? А по итогам Первой мировой войны мы бы тоже были вынуждены отказаться. Ну, здесь, правда, были такие обстоятельства, что пришли большевики к власти, поменяли и так дальше такие проблемы. Тем не менее, по результатам по итогам этой войны вот эта европейская часть Турции должна была отходить России. Она через несколько лет отошла, отдали ее и Турции, хотя должны были отдать России. Но не в этом дело. Хорошо. Значит, что говорит Данилевский? Россия никак нельзя обойтись без Константинополя. или славяне? Вот могли же романогерманские культуры много маленьких народов образовать 20 государств, 25, 30. Их так много, их так мало, их так много. А почему славяне не могут тоже организовать вот такое множество? Нас очень много. Давайте организуем. Давайте организуем вот такое европейское собрание славянских народов. Вот какая у него была идея. Их 20, и нас 15. У них собор, сбор, и у нас собор, сбор. Нам нужно, Данилевский, что сделать? Не надо скрывать, во-первых, свое византийское происхождение. Да, у нас византийское происхождение. Мы не римляне, вы римляне, мы византийцы. Это раз. Ну, у вас католицизм, у нас православие. Ну, так говоря попросту. Так вот, теперь нам нужно, вы объединились, но мы тоже хотим объединить Восточную Европу, славянскую. Давайте объединимся, там разберемся. И эта идея, говорит Данилевский, очень не нравится в Европе, очень не нравится. Мы боимся своего цивилизационного расхождения с Европой, боимся, что нас будут укорять вот в этом нашем странном низком происхождении. Европа это натиск на Восток, воля к власти, насилие, террор понятий. Они пришли к нам, а мы и мы с испугу стали нравы менять, обычаи. Ладно бы, говорит Данилевский, государство укрепили, флот построили, так нет. Зачем мы стали брить бороды? Цитата из него. К чему было брить бороды? Зачем нужно было надевать на себя немецкие кафтаны? Зачем нужно было загонять себя в ассамблеи? Зачем нужно было заставлять курить табак? Учреждать попойки? Исказать язык? Вводить в жизнь придворного и высшего общества иностранный этикет? Менять летоисчисления? Стеснять свободу духовенства в России? Зачем? Незачем. Просвещение насаждает не извне, а развивает изнутри. И вот получилось так, что у Данилеевского Европа предстает то, как змей Горыныч, который не терпит славянского духа и готов его пожрать, то, как волк в овечьей шкуре с разговорами о либерализации, гуманизации и цивилизации. А бритье бород он, Данилеевский, рассматривает в качестве жестобессмыслицы, нонсенса. В пространстве этого жеста появится русский интеллигент. Смысл его состоит в том, чтобы непрерывно соотносить знаки и значения. Европейский значит хороший, умный, просвещенный, высокий. Русский значит плохой, глупый, темный, низкий. На все русское, говорит Данилеевский, накладывается печать, цитата, печать низкого и подлого. Так вот, проблема в том, и хочу сказать, и Данилеевский первым открыто, ясно заговорил на эту тему, что жест бессмыслицы разделил русский народ на две части. Одна из них осталась русской, простонародной, а другая стала европейской. этот раскол уже сам по себе ужасен. Ни к чему хорошему он не вел и привести не может. Ведь в составе России были многие народности, а им что делать? Ведь для того, чтобы войти в мировую культуру, им нужно было стать сначала русскими, а поскольку русское было замещено европейским, постольку, это говорит Данилеевский, постольку и народом в России теперь уже было проще просто сразу изучать, не через Россию входить в мировую цивилизацию, а через Англию, или через Францию, через Германию. Ну да, так просто. Так вот, нет надобности делаться русскими по нравам и обычаям. Достаточно принять на себя общий европейский облик. Но европейская ведь враждебно русскому. Оно усиливает, во-первых, отчужденность инородцев, иными словами, интеллигенция русская заразила сепаратизмом окраины России. Вот к какому выводу приходит Данилеевский. И этому будет скоро уже 200 лет назад. что говорит Данилеевский? Никому, никакой культуре, никакому народу не дана привилегия бесконечного прогресса. Никому. И Европе не дана. Вы знаете, что назвал Данилеевский осенью Европы? Данилеевский уже сказал, осень Европы состоит в том, что она готова отказаться от христианства. Единую веру в ней заменилось множество разных мнений философских. Государство освободило себя от церкви, то есть стало свободным от христианства. Брак стал гражданским, свободным от Христа, бестайным. В нем обнаружилось голое половое влечение. Это все критика Данилеевским идет. Господа студенты, пожалуйста, обратите внимание, я, может быть, намеренно это перечисляю, потому что, чтобы вы понимали, что мы непреживно существуем уже почти 200 лет все в каком-то странном таком напряжении и никак не можем прийти к какому-то выводу, то есть решить, по сути, что происходит. То есть, получается, христианство существует, говорит Данилеевский, в Европе как бы по инерции, как некая декорация. Как спектакль без святости церкви. А без церкви христианство перестает быть христианством. Но тогда европейская цивилизация перестает быть цивилизацией. Почему? Потому что есть законы и есть тяжба между разными сторонами. европейская цивилизация. То есть, имеется в виду, что уже Данилевский обвиняет Европу в том, что она готова отказаться от христианства. Что заменяет христианство? Наука. Каким образом? Наука – это знание, а это вера. Причем здесь биология, причем здесь физика? Ну, конечно, европейское человечество имеет некоторые заслуги. То есть, вот оно или в поле воскриятия открытым европейским универсальным сознанием возникает наука. Это правда. Это правда. Это нужно признать. Это так есть. Но отсюда ничего не следует. Данилевскому нравилась мысль Аксакова о том, что колесо европейского движения обращается раз в столетие. Сегодня можно с грустью сказать, что колесо русского движения в 20 веке обращалось быстрее европейского. У нас поменялось все. У нас поменялась власть, политика, экономика, страна. Россия распалась на множество независимых государств. славянство не стало славянством, на которое рассчитывал Данилевский. Он полагал, что славянство равновесно, равносильно, одного порядка с такими словами, как эллинизм, латинство, европеизм или европейство. он полагал, что мы, он провалился с идеей славянства. Не получается объединить славян. То есть и тогда получается такая вещь. Он говорит так, если славянство не может объединиться, не может иметь того же высокого смысла, как и Европа, то оно не может иметь никакого смысла. То есть его нужно забыть. Славянин, не славянин не играет никакой роли, не имеет никакого значения. То есть и тогда Россия, он говорит, нужно признать, что если это так, то Россия есть только мыльный пузырь, форма бессодержания, бесцельное существование, убитый морозом росток. Но если Россия мыльный пузырь, то для чего так много жертв со стороны русского народа? Если мы не культурно-исторический тип, говорит Данилевский, то нам ничего не остается, как что, как обратиться в этнографический материал для достижения посторонних целей. Если это так, говорит Данилевский, давайте так, и чем скорее это будет, тем лучше. Либо славянство, новая цивилизация, либо мы этнографический материал для другой цивилизации. Одно из двух. Данилевский совершает выбор в терминах морального суждения. Но зачем же жертвовать славянским племенем, молодым и самобытным, когда европейская цивилизация находится, это его идея Данилевского, в совершенно ином положении? А если не жертвовать, то впредь и для всякого славянина, после Бога и его святой церкви, идея славянства должна была стать высшей идеей, выше науки, высшей свободы, высшей просвещения, высшей всякого земного блага. То есть, я сейчас коротко резюмирую. Господа, ну, если вот вы слушаете, то есть, что я сказал? Ну, как вы понимаете, вот Данилевский славянофил, такой крайний, настоящий, он считал, что если идея славянства провалится, то тогда зачем Россия? И потом появится еще, появится Аксаковы, появится Леонтьев, которые будут говорить, нет, не нужно нам ваше славянство. Как славянство единство с кем? С болгарами? С поляками? С чехами? И дальше Леонтьев, ну, вы услышите, я вам расскажу все, вот эти все проблемы, которые интересовали наше сознание, волнуют нас до сих пор. Вот, и он сформулирует другие, другой концепт, нежели Данилевский. Но Данилевский сделал упор, как я вам сказал, на славянство. А еще два, крестьянство, ну, и православие. Так вот, итак, я хочу теперь вернуться к книге. Книга Данилевского «Россия и Европа» появилась неожиданно вдруг. Ее никто не ждал. Она была, как гром среди ясного неба. Что Данилевский сказал такого, что взорвало всевозможные представления о мире и месте России в нем? Он сказал, что Россия к Европе не принадлежит. Это первый сказал Данилевский. Если бы она принадлежала к Европе, то тогда Европа стала бы мышлять себя от Лиссабона до Владивостока. Но это нелепо в силу географии. Мы большие, огромные, она маленькая. Скорее наоборот. Это Россия продвинулась бы в силу своей географии от Владивостока до Лиссабона. доли сабона. Почему они не совпадают? Потому что это диагноз Данилевского. Потому что у нас разные историко-культурные типы. Как я уже вам говорил, и на предыдущих занятиях мы это обсуждали отчасти более подробно, но я лишь напоминаю об этом. Европа принадлежит латинству, Россия и Византия. Мы православные, они католики. Нас сопоставлять нельзя, у нас основания разные. Они пожертвовали своей верой, чтобы выбрать в качестве горизонта знания. Они выбрали знания, а Россия выбрала веру. Русские простодушны и наивны. И Данилевский рассказывает в книге, как Византия во время осады магометанами Константинополя обратилась к братьям по вере, к католикам за помощью. Братья, христиане, помогите, не можем сдержать осаду магометан, мусульман. братья, братья, конечно, согласились помочь, но при одном условии, а именно, Византия должна была отказаться от своей веры и согласиться принять их веру, католицизм. Что сделала Византия? Она решила умерить политически, но сохранить свою веру. К чему это он говорил? Мы взяли вот этот принцип у Византии. Это иной принцип, нежели тот, который сформулировал для себя Европа. Русские, говорит Данилевский, очень плохие политики. Мы, русские, любим культуру Европы, а Европа видит в России антиевропу и правильно делает. Мы не Европа. Она ненавидит нас политически, чтобы стать хорошими политиками, говорит Данилевский. Нужно перестать смешивать политику и культуру. Что следует из смешения? То, что мы, говорит Данилевский, чужие интересы почти всегда ставим выше своих. Мы потом, наши потом. У них первое, наши второе. В статье «Горе победителям» это все имеется в виду Берлинский Конгресс, он его пережить не может. В статье «Горе победителям» он напишет «Из всех союзов, которые Россия заключает с разными государствами, извлекали для себя пользу только наши союзники. Достижению же наших целей эти союзы никогда не содействовали, а напротив того, были лишь путами, связывавшими свободу наших действий». Конец цитаты. Больше того, наши союзники всегда держали сторону врагов. У России нет союзников, всегда. Русское государство вместо быстрого и решительного образа действий показывало непременно систему каких-то постепенных уступок. Оно безо всяких видимых причин начинало действовать медленно, нерешительно, оглядываясь, озираясь, смотря на то, что делает, говорит, Европа. Русское правительство верило своим союзникам и почти всегда было ими обмануто. Политически невозможно одновременно хотеть, чтобы овцы были целы и волки были сыты. Для того, чтобы не быть обманутым, нужно, говорит Данилевский, очень хорошо знать свои интересы, интересы своего народа. И эти интересы должны быть всегда выше интересов Европы. В чем состоит интерес России? Данилевский говорит так, это на взгляд Данилевского, он состоит в том, чтобы возглавить союз, создать и возглавить союз славянских государств и противопоставить его Европе. Столицей Союза нужно сделать Константинополь. К сожалению, говорит Данилевский, Россия, не исполнившая исторической цели своего существования, представит миру, это цитата, представит миру жалкий образец исторического недоросля в громадных размерах. Данилевский полагает уже, что мы, как только мы не согласились создать и возглавить вот этот союз славянских народов со столицей в Константинополе, мы стали что-то вроде вот этого огромного недоросля. Так вот, интерес России состоит также в том, чтобы получить границы, внешние границы, которые были бы безопасны для русского народа, давали бы нам внутреннюю безопасность и полную свободу действий, то есть суверенитет. Чем хороша Европа? Европа хороша своей философией, литературой, наукой, но горизонт знания делает в ней возможным ложь и обман. Демагогия стала способом существования Европы. Славость России в том, говорит Данилевский, что она пытается по византийской традиции строить свои отношения с государствами в терминах морализирующего сознания. Это, говорит Данилевский, ошибка. Рационализм европейского сознания исключает искренность и непосредственность морального сознания и повторяет это одно. В отношениях между государствами есть только одно правило око за око, зуб за зуб. Так вот, всеми этими рассуждениями Данилевский взорвал все те мысли и представления, которые мы заимствовали на Западе. в этом взрыве, как я полагаю, и родилось русское сознание. Интеллигенция была оглушена. Даже старые слайонофилы были потрясены и не знали, что им делать, что делать с этим, с Данилевским. Они очень все любили Европу, а им Данилевский говорит, будьте самодержавны, учитесь мыслить по-русски. Хорошо, но как? Прежде всего, говорит Данилевский, выбросьте идеи о том, что есть какое-то человечество вообще. Никто не видел человечество вообще, как лошадей вообще нет, ибо она всегда является какой-то породы, говорит он. После этого, после отказа от единого человечества, нужно отказаться от идеи о том, что русский является какой-то частью какого-то абстрактного гуманитарного человечества. Это что такое? Спрашивает Данилевский. Мы не часть, и у нас нет никакого частного отношения к целому. Мы уже сами по себе есть некое целое в отношении к самим себе. У нас есть государство, а раз есть у нас государство, мы какой народ? Исторический, да? Мы исторический народ. У нас что? Были какие-то обязательства перед каким-то народом? Нет. У нас нет, ни перед кем нет никаких обязательств. Мы свободны, и у нас есть наши интересы. Чтобы их осознать, нам надо перестать говорить об общечеловеческой цивилизации. Ее не было, нет и не будет. В этой цивилизации никто не жил, и ничего нам о ней не рассказывал. Следовательно, нужно отказаться от общечеловеческих ценностей. Есть ценности культурно-исторического типа, есть национальные ценности, есть ценности византийские, китайские или латинства. Общих нет. Если мы откажемся от идеи линейного прогресса, вот все, что он делал, в чем взрыв его. Если мы откажемся от идеи линейного прогресса, то мы поймем, что Восток это деревня крестьянина, а запад рабочий город. Но никакого движения от крестьянина к рабочему нет. Переход от деревни к городу не является прогрессом. Протестантизм ничуть не прогрессивнее православия. Прогресс это вообще не движение в каком-то направлении. Напротив, прогресс это возможность, говорит Данилевский, исходить все поле в разных направлениях. Поэтому нет никакого прогресса в движении с востока на запад. Мы еще не испытали движение, говорит Данилевский, на север, юг. Попытка искать что-то за пределами человеческого не имеет также никакого смысла. человека вообще нельзя преодолеть, ибо преодолеть можно то, что возникает по каким-то законам. А человек вообще существует в мире, но не по законам мира. Никакого всеединства не существует. Если бы оно было, то Христос бы примирился с Антихристом. Россия не варвар и не варварка, хотя мы еще не расцвели, а Европа не цивилизаторка, хотя в ней уже началась осень. Славянство, настаивает Данилевский, имеет такой же смысл, как и европейство. Самая гениальная мысль Данилевского, на мой взгляд, звучит так. Вообще-то нет никакого события, которое могло бы разделить судьбу человечества на какие-то ни было отделы, ибо до сих пор, собственно говоря, не было ни одного одновременного общечеловеческого события. Да, вероятно, и не будет. То есть мы всегда жили и будем жить как бы в разных временах. А почему не будет? Почему в разных временах? Потому что никакого времени по ту сторону человека нет. По ту сторону есть то, что придумали физики. Время есть не качество вещей, а свойство сознательной жизни человека. Поэтому каждый культурный человек и каждый культурный организм порождает свое время. И нет того, кто бы создал для всех людей одно время. И теперь я хочу вот я сказал, перечислил ну вот то, что сделал Данилевский, что возмутило, что не понравилось никому, ни левым, ни правым, ни правительству, ни... Вот все, что он сказал, все, что я вам пересказывал, что я комментировал, все это лишь поняли, услышали, там несколько людей, человек 7-8 в Москве, вот, и тем все завершилось. Более того, я хочу сказать об очень странном отношении Соловьева к Данилевскому. И все-таки был один человек, который понял, что из себя представляет книга Данилевского Россия и Европа. Он понял, что это взрыв, это перемена ума, метаноя. Понял и стал уничтожать Данилевского. Этим человеком был Владимир Соловьев, который написал Страхову следующее. Это из письма Соловьева Страхову. Он скрывал сам Соловьев некоторые вещи. Он говорил одно, а на самом деле думал другое. И вот в письме к Страхову, как станет позже понятно, он писал следующее. «Нельзя истребить вшей, не пожертвовав полушубкам, в которые они забрались. И как за спину Данилевского прячутся гады и гадкое, то надо опрокинуть его авторитет и научную, даже моральную компетенцию». Конец цитаты. Вы поняли, что он сказал? Надо убить Данилевского. Сделать так, чтобы от него все шарахались, как черт от Ладана. Но не Соловьев, а Данилевский стал точкой интенсивности русского сознания. Юрий Самарин возопил от ужаса мистериальных игр Бога в России и обратился к русской нации в письмах из Риги. Но русские его не услышали, ибо никакой русской нации не было. Его услышал Данилевский и написал Россию и Европу. Соловьев дезавуировал написанное Данилевским. Поэтому Соловьев, на мой взгляд, стал философской заглушкой для русского сознания. Пример. В 1987 году в США вышла книга Макмастера. Называется она так. Данилевский русский тоталитарный мыслитель. О чем он писал? О том, что, цитата, его, то есть Данилевского доктрина была опасной и вредной, типологически схожей с идеями предшественников Сталина и Гитлера. Конец цитаты. Опасной для кого? Для Америки. Подобно Марксу и большевикам, Данилевский нуждался, говорит Макмастер, в изначальной жестокости и насильственности в мире. Я хочу сказать другое. Ни жестокости, ни насильственности в мире причины он не искал, Данилевский. В сочинениях, как ни странно, Данилевского рождалось русское национальное самосознание, иными словами, западной философии еще недостаточно для осознания особенностей жизни русского человека в локальной цивилизации под названием Россия. Вот это было примерно то, что я хотел рассказать о вот этих своих блужданиях, путешествиях по галлюцинозу, и вот мы заглянули в Данилевского. Я думаю, я не знаю, когда это исполнится, я думаю, что Данилевского будут преподавать в школах. Я вообще удивлен. Мы ведь, Данилевский, ну, мало кто читает, и сейчас мало кто читает, и мало кто знает. И это не... Я думаю, что это неправильно. Я думаю, что это нехорошо. Так не может быть. Вот. Ну, вот, господа, теперь я хочу сказать, что, ну, вот, я примерно то, что хотел изложить сегодня, я изложил. Вот. А на следующий раз, в следующий раз я вам... Мы попадем к еще одному писателю, совершенно замечательному, который тоже неизвестен. Вообще, Россия странная страна, это правда. Мы не знаем Данилевского. Почему? Мы, я... Вы понимаете, мы читаем теоретиков такой, геополитики немецких, то есть, тех, которые были тут у нас под Москвой, потом стали писать книги, там они стали заниматься... И они для нас классика. Мы не знаем Данилевского. Мы не знаем Леонтьева. Это прекрасный писатель. Ну, помимо всего основного. И это единственный настоящий мыслитель 19 века русский. Мыслитель, последователем которого стал Ницше. Ницше – это русский Леонтьев. Но сначала был Леонтьев, а Ницше родился там на 12 лет или на сколько-то лет позже него. Почитайте Леонтьева. Вы удивитесь. Он для нас, Леонтьев, самый оригинальный русский мыслитель 19 века, повторяю. Такого вы больше не найдете. Ну, у нас в России не Соловьев, во всяком случае. Ну вот, господа, теперь бы я хотел вот еще раз сказать вам ну, спасибо. К сожалению, я не могу с вами общаться. Ну, я думаю, увидимся на каких-то семинарах, увидимся, когда я буду вам читать лекции уже после карантина, если так дело пойдет. Итак, спасибо большое, всего вам доброго, увидимся в следующий раз. Спасибо. Спасибо.